Жители Тбилиси уже привыкли к бесснежным зимам, а вот на горнолыжных курортах страны к этому готовы не были. Из-за погодных условий в этот раз даже переносили открытие зимнего сезона. На это повлияют и другие факторы, в том числе проблемы с водоснабжением. С подробностями Юлия Тужилкина. Кабы не было зимы, слова детской песенки совсем не кстати. Из-за погодных условий на горнолыжных курортах Грузии сезон оказался на грани срыва. Бакурияне – один из самых известных горнолыжных курортов страны. В январе здесь обычно снежная сказка. А сейчас мрачные горы, грязные лужи под ногами и разочарованные отдыхающие. Я уроженка Казахстана. Проживаю в Грузии три года. Впервые в Бакурияне выбрали спонтанно. Снега очень мало, людей мало, не столько, сколько туристов, думала, что будет больше, но людей мало. Я почти каждую зиму отдыхаю в Бакурияне. Здесь очень полезный воздух, натуральная пища. Хочу, чтобы весь мир знал про наш курорт, встречая здесь туристов из разных стран. И это приятно. Но, конечно, заметно, что и снега в этом году мало, и количество гостей снизилось. Недовольные местные, ведь для них бесснежная зима – это убытки в бизнесе. Сергей Михаэлит за уже 12 лет работает в этой курортной зоне. Говорит, что впервые за это время видит здесь настолько аномальную погоду. Ну, проблемы есть. Сейчас туристов мало, потому что снега мало, и потому. Зон провалился, конечно. Когда снега нет, людей тоже помещают. Надеемся, что придет снег в феврале месяце и приедут люди. Вызвало еще одну проблему. В начале января на двух основных горнолыжных курортах были проблемы с водоснабжением. И гости, не ожидавшие такого, спешно покидали отели. В этом году мы ждали очень много туристов, было очень много брони. И в моем гостевом доме семь комнат. Все были забронированы еще в ноябре. Но туристы уезжали раньше срока из-за отсутствия снега и проблем с водой. В январе точно сезон не получился. Сейчас, конечно, есть места для катания, но этого мало. Мы надеемся на февраль. Чтобы как-то спасти сезон в Бакуриане, Компания по развитию горных курортов страны сделала попытку оживить его. Открыла одну из основных лыжных трасс, засыпав ее искусственным снегом. А в основном все надеются на спасительный снег в следующем месяце. Ведь обычный зимний сезон здесь продолжается до марта. Юлия Тужилкина, Шалва Сурамилашвили, Грузия, Бакуриане.